Здравствуйте! Предлагаем вашему вниманию видеообзор нового телефона Nokia 6500 Classic. Корпус телефона выполнен из алюминия, а толщина составляет всего 9,5 мм. Задняя крышка сделана из глянцевого пластика, на котором хорошо заметны отпечатки пальцев. Телефон смотрится очень стильно и красиво, но из-за глянцевого пластика придется очень часто его протирать. На верхней грани находится универсальный разъем microUSB, который служит для соединения телефона с компьютером, зарядки от сети и подключения гарнитуры. Больше никаких разъемов или кнопок управления на корпусе нет. На задней панели располагается глазок двухмегапиксельной камеры и двойная светодиодная вспышка, а также динамик, который почему-то обладает таким сильным магнитом, что с его помощью можно собирать мелочь. Снимки получаются средние по качеству. В первую очередь это обусловлено отсутствием автофокуса, но телефон и не позиционирует себя как камерафон. В первую очередь он предназначен для бизнес-класса, людей, у которых стиль и красота на первом месте. Телефон имеет 1 ГБ встроенной памяти, что позволяет хранить достаточно большое количество MP3-мелодий и фотографий. На лицевой панели находится TFT-дисплей с диагональю 2 дюйма и разрешением 320 на 240 точек, отображающий до 16 миллионов цветов. Изображение не выцветает на солнце и остается четким и насыщенным вне зависимости от угла обзора экрана. Ниже дисплея располагается панель управления, которая включает в себя четырехпозиционную навигационную клавишу с кнопкой ввода посередине, две софт-кнопки, а также кнопки начала и окончания вызова, которые плавно перетекают в клавиатуру. Клавиши клавиатуры довольно маленькие, что создает некоторые неудобства, использованные для людей с крупными пальцами. В телефоне установлен браузер Opera. Он очень удобный и к тому же полностью русифицированный. В заключении скажем, что благодаря использованию передовых технологий Nokia 650 Classic безусловно найдет своих покупателей.